Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, и я его автор и ведущий Али. Друзья, сегодня будет тема такая интересная, как стать кинологом. Ну, видимо, весна наступила, наши ученики будут скоро сдавать выпускные экзамены и подумывают на тему того, какую специализацию, профессию себе выбрать. Ну и, соответственно, зрители моего канала, постоянные, временные зрители, уже с этой специализацией некоторые определились, и меня прямо сейчас засыпали этим вопросом, как все-таки можно стать кинологом. Ну, вот смотрите, давайте сразу определимся с вами, каким именно кинологом вы хотите стать. Я имею в виду степень подготовки. То есть, если вы хотите работать на земле, это одна подготовка вам нужна. То есть, что я имею в виду подработать на земле? Это работа непосредственно с собакой, да? Если вы хотите быть кинологом, как бы ученым, да, занимать какую-то руководящую должность, ну, я имею в виду, там, быть начальником отдела кинологического, например, в каком-то структурном подразделении, то здесь нужна другая подготовка. То есть, о чем я сейчас говорю? То есть, это может быть высшее образование, может быть профессиональное образование, техническое, да? А может быть образование на фоне того, когда вы без подготовки пришли с любовью, скажем так, к животным работать в какой-то кинологический отдел, за вами закрепили собаку, и вы уже на месте получили, так сказать, свое образование, поехав в какой-то обучающий центр, центр, например, в Ногинске такой центр у нас есть, в Ростове есть, и там уже получили непосредственно кинологическое образование вместе со своей собакой. То есть, пришли, например, работать бы в полицию, да, кинологом, за вами закрепили какую-то собаку, вы там месяц-два с ней поработали, притерлись, прижились, вы устроили, скажем так, именно сам отдел полиции этот, ну или таможни там, ну любое абсолютно подразделение на вас посмотрели, на ваши характеристики, рабочие качества на ваши, поняли, что вы их устраиваете, и вас отправляют закрепленными за вами животными уже в какой-то обучающий центр, да? Там вы проходите подготовку, ваша собака проходит подготовку, вы проходите подготовку, выпускаете какой-то аттестационный, там, скажем так, экзамен проходите, и получаете уже степень кинолога, приезжаете к себе на родину и работаете непосредственно на земле кинологом. Также профессиональное образование можно получить, вот сейчас очень много открывается кинологических колледжей, то есть это среднеспециальное образование, где вы тоже можете работать по окончанию этого колледжа кинологом. Ну, например, вот в Барнауле, я знаю точно, есть такой колледж, где получают образование такое. Дальше, если вы стремитесь более в широком, скажем так, спектре познать область биологии, где кинология является одним из, скажем так, сегментов биологии, то здесь вы можете обучиться где-то на биологическом факультете, ну, например, в государственном университете, да, выбрать по окончанию, скажем, себе специализацию зоология, да, и, например, написать диплом по кинологии. Такие примеры на нашем канале. Есть такие зрители, как бы, были, присутствовали, которые, причем, защитили даже диплом на тему специализации кинологии, и специализацию там выбирали, например, службу спасения. Вот. Кстати, привет передаю. Вот. Потом вы можете закончить какой-то ветеринарный, скажем так, институт, вы можете закончить сельскохозяйственный институт, да, ну, вот в Кемерово, например, в частности, у нас есть такой зоотехния, зоинженерия, да, и там вы можете выбрать именно себе специализацию кинологии, написать диплом по кинологии и стать именно специалистом-кинологом, и идти уже работать, какой-то руководящий состав занимать, ну, и, соответственно, быть просто обыкновенным кинологом на земле, который приносит пользу, непосредственно общаясь с собаками. А можете руководить, поэтому выбирать вам. Путей очень много, и всем я вам желаю успеха и удачи на этом поприще. Друзья, с вами был канал Я и мой хвост, я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение. Выбирайте себе специализацию, и у вас все получится. Спасибо.